Очень часто в нашей программе мы показываем такие места и рассказываем такие истории, которые неизвестны даже местным жителям. Вот и сегодня мы хотим вас удивить. И это будет непросто, ведь наша команда решила остаться в Ульяновске. Для нашей прогулки мы выбрали самые необычные экскурсии по городу, которые открывают его с непривычной стороны. И начнем мы с района, который до недавнего времени был известен как Курмыши или Курмышки. Улица и переулки Мира, улица Федерации. Сегодня это самый центр города. Здесь кипит жизнь. А всего полтора века назад люди приличные старались сюда лишний раз не заглядывать. Здесь обитал такой довольно криминальный контингент. И были различные доходные дома, в которых были публичные дома, притоны, трактиры и прочие разные увеселительные заведения. Ну и соответственно все это формировало такую вот особую обстановку. И в результате здесь часто происходили странные, мрачные и иногда даже мистические случаи. Глубокий овраг, по которому протекала спрятанная ныне под землю Симбирка, заброшенные кирпичные заводики, все это давало приют самым маргинальным личностям. На Курмышах орудовали разбойники, крабители, убийцы. Был тут даже свой симбирский джек-потрошитель. Редкий день обходился на Курмышах без убийств и разбоя. Чаще всего жертвами становились торговцы. Поговаривают, что в районе Курмышей по Карла Маркса до сих пор бродит призрак одного из таких несчастных. Купчишка, расторговавшийся удачно еще на улице Большой Саратовской, возвращался в один из постоялых дворов поздно, перед этим посетив по кабачок, изрядно выпивший, подвыпивший, шел шатаясь. И у него очень отчетливо торчал кошелек, набитый такой деньгами. И он увидел, что это мужики. Он подошел к ним и попросил закурить. Это были разбойники из Курмышей. Они смекнули, что машина-то набита. Они его ограбили, убили. И вот с тех пор по этой улице ходит это привидение и слышатся шаги и просьба закурить. Привидение не привидение, но случаев таких здесь и правда было множество. Не случайно симбиряне считали Курмыши местом проклятым, а симбирку называли кровавой рекой. Лишь однажды здесь ненадолго установилось затишье. И, кстати, история эта еще более таинственная. Связана она с именем Моисея Мяснивкера, мещанином из еврейского квартала, который также располагался на Курмышах. Его многие считали как бы таким своеобразным покровителем Курмышей. И считали, что при нем здесь установился какой-то порядок по какой-то причине. Но в дальнейшем он стал объектом зависти, видимо, со стороны каких-то людей. И на него подали жалобу, обвинив его в колдовстве и в каких-то странных демонических вещах. Сегодня можно только гадать, кто точил зуб на хранителя Курмышей. Простой люд мещанина Мяснивкера чтил и уважал. Буквально благоговел, считая, что он послан хранить местных жителей от темных сил. И все же слухи по симбирску ходили. Говорили, что у него из окон светится какой-то неестественный свет, ни от лучины, ни от свечи. А непонятно какой, холодный какой-то. Пришлось властям явиться к нему в дом с обыском. Ничего подозрительно особого не обнаружили, но обнаружили икону православную, которая непонятно зачем нужна была иудею. И обнаружили такую деревянную плашечку, на которой были непонятные знаки. Скорее всего, знаки-то были каббалистические. Как тут не вспомнить Густава Майринка с его големом, хранителем еврейского квартала в Праге? Вот и Мяснивкер не иначе создал собственного покровителя симбирского еврейского квартала. А как только его разоблачили, зло вернулось в Курмыши. Старик Моисей покинул эти места, и в райончике быстро установились прежние недобрые порядки. С Курмышами связано несколько имен, которые аукнулись и в общероссийской истории. Например, здесь родился Вольф Иосифович Эрлих, близкий друг Сергея Есенина, которому сторонники теории заговоров приписывают ответственность за смерть поэта. Если обвинение Эрлиха находится под большим сомнением, то злодеяния другого случайного жителя Курмышей сомнений ни у кого не вызывают. Дом 13 по улице Федерации. До революции в этом доме проживал часовщик Матинсон. И примечательно то, что он был дедушкой такого известного человека, как Генрих Ягода. Генрих Ягода прославился тем, что он стал главой НКВД и фактически был создателем вот этой лагерной системы ГУЛАГ. Генрих Ягода, будучи молодым человеком, был сослан в Симбирск как юный анархист. Кто знает, может быть, это кровавый орел Курмышей так подействовал на будущего наркома, что его дальнейшая жизнь была залита кровью. Дурная слава преследовала Курмыши вплоть до 40-х годов прошлого века. Город начал разрастаться, райончик стал центром Ульяновска, кровавую Симбирку убрали под землю. А вот это история уже из семейного архива. Когда убирали Симбирку, здесь был котлован. И лежали огромные ржавые трубы. И по ним местные мальчишки вскатывались в воду. Это был первый ульяновский аквапарк. Чем еще славились в прежние времена нынешние улицы Федерации и Карла Макса, так это своими питейными заведениями. В 1765 году Екатерина II издала указ запретить название кабак и назвать питейным домом. Вообще, как они обозначались? Эти заведения красились в зеленый цвет. Около крыльца оставилась елка на высокий кол. И обязательно присутствовал герб Российской империи. Чтобы открыть такое заведение, требовалась лицензия. А стоила она очень дорого. Спустя сто лет суровые правила были отменены. И тут уж жизнь ресторана закипела как никогда. Сохранилось новогоднее меню ресторана 1913 года. Праздничный ужин начинался, внимание, в 10 утра. И включал в себя кавказский шашлык от грузина Бирашвили, борщок Дьявле. Это был борщок с очень сильно перченными гренками. Именно они и были Дьявлями. Салат а-ля Русь. Ну, как мы знаем, что сейчас мы называем его салат Оливье. На самом деле, во всем мире он известный как российский салат. Индейка. Салат Ассорти. Мороженое пломбир и кофе. Весь этот ужин, исключая шашлык, он заказывался отдельно. Стоил 1 рубль с персоны. Плюс шампанское и кахетинское по 50 копеек за бокал. Вот так гуляли век назад в кафе Шантан, которое находилось там, где сегодня ресторан России. Это было одно из самых злачных заведений города. Женщины обходили его стороной. А вот знатные мужчины совсем не чурались. Приставка Шантан нам говорит о том, что здесь предлагали не только покушать, не только выпить, но и послушать песни от французского шансон. То есть здесь в основном исполнительницы шансонеток работали. И выбирали их сюда не столь за выдающиеся вокальные данные, сколь за их выдающиеся формы. Разгульная жизнь сподвигала симбирян на самые эксцентричные поступки. Но особенно городу запомнилась выходка потомка Рюриковичей Александра Николаевича Карпова. В 1913 году, загуляв с друзьями и изрядно выпив, он вызвал шикарный катафалк и на нем отправился кататься по городу. Так вот, когда эта простызия целый час колетела по центральным улицам, конечно, люди обратили внимание. Пышные похороны, бабушки начинали креститься. И вдруг в этот момент покойник выскакивал из гроба, пел какие-то... Матерные песни, выражался, пил из горла шампанского. Скандал был ужасный, но заслуженного наказания виновник не понес. А все потому, что приходился взять им, симбирскому полицмейстеру. Вот так века меняются, а болезненная страсть людей состоятельна к шоу на катафалках. И кумовство среди высших чинов актуальности со временем не теряют. Волга. Один из главных торговых путей России. Дорога купцов. Где купцы, там и разбойники. Ну а где разбойники, там и клады. Конечно, главные фигуранты симбирских легенд о запрятанных сокровищах Степан Разин и Емельян Пугачев. Больше кладов, как бы считалось, оставил у нас Степан Разин. Меньше кладов оставил Емельян Пугачев. Эти клады искали все симбиряне, вплоть до нашего самого знаменитого уроженца Владимира Ильича Ульянова. Тогда еще без приставки Ленин. В некоторых местах искание кладов было народным промыслом. Вроде как делание свистулек и так далее. Вот у нас искали клад. Сравнение кладоискательства с промыслом появилось неспроста. Чтобы добыть клад, мало было найти заветный крестик на карте. Нужно было еще правильно его извлечь, проговорить нужные заклинания, прогнать все плохие мысли из головы и правильно поделиться со случайным прохожим. Но сейчас ученые предполагают, что очень многие клады, они прятались именно для того, чтобы за ними не возвращаться. То есть это была некая жертва каким-то подземным духом, богам на удачу. Если не соблюсти всех правил, то клад провалится еще глубже, а незадачливого искателя постигнет проклятие. И наоборот, явиться клад может тогда, когда его никто не ждет. Так, по преданию, одному из дворовых людей, чистивших Москвитинов сад, из-под амбара как-то под ноги бросился козленок. Он взял его, да на плечо себе и положил. Глядит, держит за задние ноги и приговаривает. Бяшка, бяшка. А козленок-то ему в ответ и передразнивает. Бяшка, бяшка. Работник испугался, схватил козленка за задние ноги, дабы землю ударил. Смотрит, а козленок опять под амбар. От страха работник тут же на месте упал. Хворал после этого и вскоре умер. А это ему, видно, клад давался. Симбирские клады особенно часто находили, когда перестраивали центр Ульяновска к 1970 году. Там, где сейчас стоит гостиница Винец, например, нашли запрятанную брошь с 28 бриллиантами. Но это все по мелочи. Такого, чтобы нашли бочку с золотом или сундук с хаменьями, не бывало. Наверное, потому что нужное заклинание к тому времени все позабыли. Больше всего городских историй хранит кладбище. И это не ирония. В европейской культуре старинные некрополи, помимо их прямого назначения, считаются еще и скульптурными парками и уникальными памятниками истории. Извояние и склепы на них приравнены к предметам искусства. Ну, я думаю, на кладбище людям приходить надо не только, когда кого-то хоронят, а просто даже и чтобы вспомнить, и иногда чтобы узнать нашу историю. Я всегда повторяю, кладбище должно ассоциироваться, в первую очередь, не со словом смерть, а со словом память. Экскурсии по Воскресенскому кладбище на улице Карла Маркса Антон Юрьевич проводит для ульяновцев не первый год. Рассказывает он не выдуманные легенды о местных призраках и привидениях, а реальные истории о тех, кто обрел здесь вечный покой. И надо сказать, что это кладбище ныне является действительно мемориальным, потому что большинство дореволюционных погодств в Симбирске были просто уничтожены. Ну, есть небольшой восстановленный участок Покровского некрополя, отдельное захоронение есть на территории еврейского кладбища, но это кладбище, оно, слава богу, вот уцелело. Открыт Воскресенский некрополь был 160 лет назад. На его территории похоронили как простой люд, так и знатных симбирян. Губернаторы, епископы, полицмейстеры, купцы, политики, писатели. Сильные миры сего. По расположению и богатству убранства могилы можно определить, насколько важен был захороненный здесь человек. Пожалуй, одна из самых ценных могил на этом кладбище – это могила отца и сына Минаева. Причем эта могила появилась здесь гораздо позже возникновения самого кладбища, потому что Минаевы были похоронены совсем в другом месте. Тут следует история о том, каким неистовым насмешником был талантливый поэт Дмитрий Минаев и как недолюбливали его знатные земляки за обличительную сатиру, что, впрочем, не помешало им справить поэту шикарное надгробие. Недалеко от захоронения Минаевых – могила Асафича, того самого полицмейстера, которого уважал весь Симбирск, и чей зять по недоумию раскатывал по Большой Саратовской на катафалке. За ним – могилка няни семьи Ульяновых. Рядом – захоронение первого симбирского архиепископа, чуть поодаль на гробе известного купца, участника первого ДТП в нашем городе. Очень интересное захоронение фигурное, скульптурное на католическом ветеранском участке, где часто в виде усеченного древа жизни, у которого обрублены корни, ветки и ствол, то здесь и художники, и артисты, и педагоги, и священнослужители, и военные. Трудно назвать, кого здесь нет. Удивительное дело. Прогулка по кладбищу словно оживляет историю. Происшествия, сплетни, драмы, курьезы, трагедии. Антон Юрьевич готов останавливаться у каждого памятника. Особая история у него есть и про храм, который мог быть совсем другим. И у городской думы был прекраснейший проект, составленный городским архитектором Леонидом Митрофановичем Анненковым. Красивого храма в таком русском стиле, с колокольней высокой, с многими куполами, с крыльцом, фигурной кирпичной кладкой, но на него нужно финансирование, которого не было. Построить храм нужно было дешево и сердито. На радость потомкам за проект взялся Федор Левчак. Его архитектурному гению мы обязаны тем, что скромная кладбищенская церковь, выполненная в византийском стиле, выглядит так достойно. Воскресенский храм был освящен в 1911 году. Ни в 20-е, ни в 30-е годы он не закрывал своих дверей для прихожан. Кладбище не лучшее место для продуктовых складов. Видимо, так рассудило советское правительство. Суждено было Воскресенской церкви сыграть еще одну важную роль. В годы Великой Отечественной войны, как известно, Ульянов стал центром, куда эвакуировалась московская патриархия, во главе с тогдашним местоблюстителем патриаршего престола митрополитом Сергием. Сергий прибывает сюда на вокзал 19 октября 1941 года, а свою первую соборную службу он проводит именно в этом храме. 26 октября 1941 года. Самое тяжелое время, когда фашисты наступают, когда враг уже скоро будет под Москвой, здесь возрождение идет, православие. Воскресенский храм сегодня – единственный в Ульяновской области храм в статусе памятника федерального значения. А вот у кладбища, к сожалению, такого статуса нет. Прийти в упадок ему не дают неравнодушные участники общества по сохранению Воскресенского некрополя. И иногда волонтеры. Рабочих рук не хватает. И все же оставить такой памятник истории нашего города без присмотра никак нельзя. Есть в Ульяновске еще одна сокровищница истории. А еще экологии, ботаники, палеонтологии и многих других интересных наук. Виновская роща, пожалуй, наверное, самый интересный и исторически насыщенный, и природно насыщенный объект на территории Ульяновской области. Видите, территория города Ульяновска. Здесь сконцентрировалась вся наша местная региональная история. История Ульяновской рощи напоминает слоеный пирог. Когда-то здесь плескалось древнее море. И свидетельство тому до сих пор можно найти. Позже здесь обитал наш далекий предок Хомо Эргастер, человек работающий. В эпоху Бронзы здесь были поселения древних людей. В Средневековье путешественники и торговцы перетаскивали здесь свои суда по суше, из Волги в Свиягу и обратно. В 17 веке эти места затронули события восстания Степана Разина. А век спустя события Пугачевского бунта. Вот с этой стороны находилось с 1703 по 1918 год легендарное имение Киндяковка, которое было описано Гончаровым в романе «Обрыв». Здесь же в 18-м году проходили кровопроэлитные бои за освобождение Симбирска от белогвардейцев. И здесь же небо с 1941 года по 1943 год озарялось такими вспышками разрывов зенитных снарядов. Потому что над Симбирском, Ульяновском, над нашей областью пролетали немецкие самолеты, которые ставили свои цели сфотографировать нашу территорию. Удивительно мало об этом говорится, но и в Ульяновске работали зенитные орудия, защищающие небо от фашистских разведчиков. Огневые точки располагались на территории Виновки. Здесь же, во время Великой Отечественной войны, будущие бойцы проходили подготовку к фронту. Речь не только о людях, но и о служебных животных. Еще до июня 1941 года Виновки начали готовить собак, которые могли бы подрывать танки. Устанавливалась тяжелая техника, под нее закладывалась вкусная приманка, на спину собаки надевался ранец со взрывчаткой, из которого торчал взрыватель. Собачка приучалась забегать за этой сладкой подкормкой, ну и, соответственно, задевала этим взрывателем заднище танка, и происходил взрыв. Ну, понятно, здесь взрывы не происходили, потому что нужно было, чтобы это на фронте происходило. Но оказалось, что собак готовить гораздо дороже, чем готовить сами вот эти боеприпасы, которые уничтожают. Ну, в общем, танковый выстрел дешевле получается, чем подготовка собак. Учебные окопы до сих пор разрезают территорию Виновки вдоль и поперек. Правда, сегодня они смотрятся уже небольшими ложбинками. Природа берет свое. А она в Виновской роще необычайно богатая. И тоже со своей историей. На территории парка до сих пор сохранились участки древнего реликтового леса. Но если они для людей несведущих не так очевидны, то мимо самого древнего ульяновского дуба точно не пройдешь. Дерево по разным оценкам от 300 до 400 лет. Старика потрепали время и погода, но сдаваться он не собирается. Здесь влажное место, влажность высокая, и сердцевинный гниль, она обостряется. Но для дуба это не страшно. То есть это страшно для дуба с точки зрения пиломатериалов. Потому что понятно, что такой дуб, как пиломатериалы, ноль. Но с таким пороком он может прожить, знаете, как для человека гастрит. Не смертельное заболевание, но какое-то неудобство доставляет. Но можно прожить и 200 лет при желании. Огромный дуб, семь охватов, сказочный лес вокруг. Словно декорации к волшебной сказке. Или к роману. Роману Ивана Гончарова «Обрыв». В его Малиновке без труда узнается Виновская роща. Сам обрыв тоже до недавнего времени был в Виновке. Только не там, где сейчас стоит Гончаровская беседка, как принято считать, а немного левее вдоль берега. Там, где тренировочная база биатлонистов. С дворянских времен в Виновской роще осталось немного. Остатки ледника, старинного холодильника, который обслуживал усадьбу Киндяковых. И склеп, построенный Перси Френч. Это излюбленная достопримечательность Винов. Редкий мальчишка, гуляющий в этих краях, не залез в таинственное подземелье. Склеп этот изначально строился как усыпальница для самой Перси Френч и ее гувернантки Дженни Томкинс. Выглядел он когда-то совсем по-другому. На крыше его высился католический крест. Сейчас он лежит согнутый. Крест этот был согнут в годы, ну где-то, видимо, в конце 30-х или в начале 40-х годов. Считается, что он демаскировал позиции. Здесь же находились военные лагеря. И вот этот крест, говорят, согнули при помощи танка из танкового училища. Сам склеп в годы войны был переделан под ДОТ – долговременную огневую точку. То, что сейчас выглядит как странное окно, когда-то было выбито в стене как бойница. Вокруг рельеф испещрен бороздами бывших окопов. Это место планировалось как серьезный оборонительный рубеж на случай, если Сталинград не устоит. Но, к счастью, война до этих мест не дошла. Недалеко от известного склепа Перси Френч находится еще один. Про него знают немногие. Для кого этот склеп предназначался, сегодня неизвестно. Но, судя по особенностям строения, от него в усадьбу вел подземный ход. Кто знает, может быть, он и сейчас еще существует? В войну малый склеп использовался как холодильник. Здесь, считается, хранили мясо морских млекопитающих. Тюлени, ну, многие удивляются, думают, какие тут млекопитающие, зачем так далеко. Но дело в том, что основные животноводческие районы были немцами захвачены. Поэтому приходилось рассчитывать вот на такое экзотическое мясо. Местные жители вспоминают, что это была редкостная гадость. Гуляя с Дмитрием Юрьевичем по Виновской роще, мы услышали десятки таких историй. А ведь мы не прошли даже половины пар. Каждая тропинка тут хранит свои секреты. Узнавая их один за другим, мы убеждались, что Виновка – это парк живой истории, которая протянулась на миллионы лет и заканчиваться отнюдь не собирается. Наша прогулка по необычному Ульяновску подходит к концу. В начале программы мы ставили цель удивить вас, и почему-то нам кажется, что у нас это получилось. Сегодняшний маршрут открыли город с самых неожиданных сторон. Но главное – они показали, что в погоне за интересными историями не обязательно уезжать далеко от дома. Иногда достаточно просто повнимательнее приглядеться к давно знакомым местам. Редактор субтитров А.Семкин